Сынок говорит – а? Так это вы мне на день рождения теперь же тебе тачку купите, правда? Не растерялся. Да. Тут же зашел, ты зашел к главному, потому что как это так теперь деньги? Как правильно пишется «Порш»? Нет, он хочет не «Порш», он, естественно, как и все американские подростки, почему-то хочет «Форт Мустанг». Что это такое? Они нормальных машин, что ли, не видели, ну что это такое? Причем там обязательно, чтобы он был, там, 1976 года что-нибудь, вот это вот, ну, понятно, его перевыпустили сейчас, но он прям вот как 76-й, один в один с употреблением современных материалов, но, короче говоря, вот именно классика. Более того, Хэнк Шрейдер потом скажет «Если б я в твоем возрасте мог бы водить такую машину хотя бы 20 минут, я бы отдал правое яйцо за это». Я правда даже не знаю, ну машина и машина, что в ней такого особенного? Ну, есть хуже, есть лучше, просто, на мой взгляд, ничего особенного, ну ничего такого в ней нету, вот ничего. Если я правильно помню, она стоит 20 тысяч баксов. Вот у меня товарищ недавно покупал ее, ну как, недавно, лет 5 назад, за тридцатник в Америке. Ну, это, опять-таки, видимо, туда что-то набито, поэтому она тридцатник стоит. Но она такая хорошая, да. Ну, типа другие поворотники, еще чего-то там, американские автомобили, я не знаю, меня как-то вот у Камрадов катался на Chevrolet Camaro, в которую Bumblebee превращается, я даже не знаю, что сказать, т.е. вот, ну там, разговоры про внешний вид, ну ладно, ну я внутри езжу все время, а не снаружи. Она, мягко говоря, настолько странная изнутри, что матом ругаться нельзя, но я не знаю, что сказать вообще. Очень странный автомобиль. Зачем они вам? Если они деньги стоят, есть другие автомобили за те же деньги? Дороже, конечно, но хорошая и дешевая мне будет очень-очень странно. Я тебе рассказывал, что в городе Лас-Вегасе – это самая берущаяся на прокат машина Ford Mustang, напрокат – это мечта, так сказать, приехать и по стрипу прохватить. Понимаешь, был такой анекдот про грузинов – а ну ты где вчера был? А я на Белий Ягуар по Шатару ставели туда-сюда, туда-сюда. А ты где был? А ко мне вчера приехали Алла Пугачева, София Ратару. Что ж ты мне не позвонил? Я тебе звонил, а ты на Белий Ягуар по Шатару ставели туда-сюда. Ну вот примерно то же самое. Вот они приезжают, берут на прокат, и это типа круто в этом Ford Mustang проехать, я не знаю. Плюс там же, мягко говоря, управление специфическое, я как-то не знаю. По-моему, машина должна ехать, и от этого надо получать удовольствие, а не бороться с ней яростно, чтобы она вот так вот рулем крутить, отказать – нет, это не наши машины. Потом они же бензина пожирают, какое-то чудовищное количество. А это зачем вообще? Ну у них, кстати, да, все американские машины, которые со страшной, там эти 8-литровые там и всякие, бензин, по-моему, если из ведра на дорогу лить, то экономичнее получится. А когда им начали в 80-х годах поступать японские машины, где там расход бензина просто микроскопический, внезапно они сразу перестали ездить вот на этих жутких ведрах, и все перепрыгнули на японские. Оказывается, это лучше. Кто бы мог подумать? Почему? Что характерно, как-то вдруг вместе с появлением японских телевизоров полностью погибла американская телевизоростроение, которое было вообще-то очень даже у нее ничего себе. Они, кстати, в электронике-то страшно сильны, американцы. Всякая там хай-файная звуковоспроизводящая аппаратура у них, мое почтение, была, когда я этим сильно интересовался, как сейчас, не знаю. Теперь я только в машине все слушаю, я в машину поставил новую музыку, новая музыка какая-то странная, неправильно сказать. Т.е. если в предыдущей машине была музыка, если громко включить, начинало вибрировать лобовое стекло, и зеркало заднего вида там... Трескаться начинало. Машину размазывало, не очень хорошо видно. А теперь стекло не вибрирует, только кишки трясутся, там как низкие... там в животе все. Очень странно. И я слушаю, и мне все время кажется, что тихо. Потом посадил Дементия попугать его. И хотел ему сказать, что очень тихо, пришлось орать, потому что кажется, что тихо, а на самом деле очень громко. Какие-то, блин, все-таки техника прогрессирует вообще, т.е. этих динамиков с бумажными диффузорами больше нет. Какие-то там эти, я не знаю, мегамагниты, пластиковые диффузоры бомбит так, что отвал башки, но плохая музыка стала еще хуже. К сожалению, все, что записано давно и плохо, отвратительное. Да. Возьмемся к Форду Мустангу. Это, собственно, будущий владелец Форда Мустанг. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.